Вот этот прибор может оценить иммунитет по одной капле крови. Специалисты говорят, это по-настоящему уникальное изобретение. По своему назначению он может определить различные заболевания на первоначальных стадиях. Для анализа необходима кровь из вены. Ее помещают в люминесцентный анализатор. Именно так называется новый прибор. Клетки крови испускают цветовой поток. Его так как раз и анализируют. Специалисты видят, какие нарушения есть в иммунной защите человека. А это значит, ученые дают четкую оценку состояния пациента. Точнее, его иммунной системе, которая как раз и настраивает организм на борьбу с заболеваниями. Это позволяет прогнозировать развитие так называемых иммуноопосредованных заболеваний, к которым относятся различные хронические инфекции, онкологические заболевания. К ним относятся аллергические аутоиммунные болезни. Все это позволяет даже на предварительном этапе оценить состояние иммунной системы, от которой зависит развитие этих болезней. Однако специалисты могут определить не только общий уровень иммунитета, ослабленный он или сильный, но и функциональное состояние различных клеток. А подобная диагностика состояния иммунной системы позволяет предупреждать заболевания и даже прогнозировать риск развития злокачественных опухолей. И при необходимости человеку подбирают индивидуальное лечение. По словам ученых, аналоги прибора есть, но красноярское изобретение в разы функциональнее. Безусловно, любая патология, это патология клеток в первую очередь. И изменение метаболизма внутри клетки ведет к развитию той или иной патологии. Это связано не только с метаболизмом. В нашем институте еще проводятся исследования, связанные со структурой плазматической мембраны, клеточной мембраны. И именно состояние клеточной мембраны также во многом определяет формирование развития той или иной патологии. Это в большей степени касается тех заболеваний, которые связаны с нарушением обмена веществ. Сейчас прибор проходит процедуру лицензирования. Как нам рассказали, в Краевом фонде науки спрос на него есть. Им уже заинтересовались крупные больницы и даже Министерство обороны России. В планах активно внедрять в практику этот анализатор уже в следующем году. Екатерина Погорелова, Севолод Никитин, Новости.